Всем привет! Это снова Дмитрий Шимко. Надеюсь, я вам не надоел. Это четвертый ролик с ответами на вопросы июльского выпуска этой нашей замечательной рубрики, где вы пишете свои вопросы по своей дате рождения, а я стараюсь на них ответить, так как немножко когда-то изучал эту тему. Итак, продолжаем. Я думаю, что этот ролик будет заключительный. Пока я здесь устраивал перекур, накидали еще порядка 40 вопросов. Коллеги, не сочтите задерзость, но я всем ответить не смогу. Ну, не смогу физически. Итак, продолжаем. Пишет мне Валентина с даты рождения 13 сентября. Стоит ли менять место работы муниципалитет на частные структуры или получить переобучение и перейти в смежную область и остаться в том же учреждении, но в другом коллективе? Вот чем мне нравятся девы, тельцы, козероги? Настолько точечно структурированы вопросы, что придраться не к чему. Логически построено. Попробую вам ответить, учитывая, что здесь возрастная группа переходит за 50 лет, а это значит, что сообразить по гороскопу в голове не так-то просто. Ну, я попробую. Насчет переходить на частные структуры, я думаю, еще не время. Но оно обязательно настанет, но года через полтора. У вас еще до осени следующего года, 18-го, Валентина, продолжается та тема, в которой вы сейчас находитесь. Насчет переобучения. А есть смысл вообще менять чего-то? У вас карьерный год, если говорить вообще о радикализме, это начиная с конца 18-го, весь 19-й. А этот и следующий год, ну да, видно, что через силу будете что-то делать, но и следующий год, кстати, может намекать вам на некоторые конфликты, конфронтации, даже если вы про коллектив спросили, это что-то подразумевает, я так понимаю. Но даже если вы сейчас смените или пойдете на переобучение, это все почему-то сломается к 19-му году. И надо будет заново с нуля что-то начинать, то, чем вы раньше не занимались, возможно. Но это статусом выше, повыше, чем теперь. Так, пишет мне Иван с датой рождения, 1 февраля. Здравствуйте, в одном из ваших видео вы упомянули, что есть особенности людей с числом судьбы 4 и числом судьбы 1. Хотелось бы узнать об этом поподробнее, а также интересует сфера бизнеса, в каком направлении лучше развиваться, и стоит ли заниматься бизнесом. Особенности людей с числом судьбы. Слушайте, все, что я хотел сказать о числе судьбы, я сказал в плейлисте число судьбы. Включая число судьбы 4 и число судьбы 1. Какие у них такие уникальные особенности, это надо рассматривать всю дату. Я так понимаю, что у вас четверка. Я про четверку, думаю, там неплохо тезисно в 10 минутах раскрыл, что из себя представляет четверка. Хотя, судя по комментариям, а я их иногда читаю, там люди очень жарко со мной иногда спорят, что да, вот с этим я согласен, а с этим не согласен. Но, конечно, по числу судьбы 4 невозможно сказать все. Можно какие-то особые стороны выделить, которые отличают вас от единицы, от восьмерки, от девятки и так далее. У каждого свой путь и характер. Допустим, на характере тоже откладывается. В вашем случае, а, вы имеете в виду число души 1 у вас, вот что вы спрашиваете, теперь понял. Нормально у вас комбинация. То есть, однополярная единица водолея. И так особо не расплывчатая, потому что единица. И плюс еще четверка, которая вас держит в этих рамках. Это говорит о том, что, скорее всего, сбиваться со своего пути вы не будете. Это касается, как правило, самореализации. То есть, талантов, заложенных внутри. Теперь отвечаю по поводу вопроса бизнеса. Не сказал бы, что, Иван, вы очень доверчивый человек. Но лучше бы пару-тройку человек, доверенных к себе, добавить. Если вы хотите что-то начинать. У вас, кстати, начинается тема в этом году шикарная. Я думаю, что она денежная. Как с того года включилась. Поиск, чем бы вы хотели заниматься. И вот с осенью этого года она у вас начинает шевелиться. Так достаточно. В деньги, я бы сказал. В течение трех лет неплохо заработаете. А в каком направлении, это не сейчас. Это надо делать обзор полной даты. Здравствуйте. 7 октября день рождения. Возможно ли еще серьезное отношение? Брак? 20 лет как развелась? Не пойму, что со мной не так. С уважением, Елена. Елена, а с вами все так. А что вы думаете? Все вокруг вас вышли замуж в 17 лет и живут всю жизнь? Да, в Советском Союзе так было. А сейчас такого нет. Вот посмотрите, пообщайтесь с людьми, которые лет на 10 вас, например, помоложе. Ну, конца 70-х рожденных. Они не такие. Они уже по 5 раз женились и развелись. И вышли замуж и развелись. И это нормально, потому что рефлексирует. Но другие энергии в 21 веке, понимаете? Невозможно жить по лекалам, как бабушка сказала. Вот один раз выйти замуж, раз навсегда. Ну, нет такого. А если такое есть, люди ломают свои гороскопы и живут, заставляют себя, вынуждают себя. Это те редкие случаи, когда бывают идеальные совместимости, и там все хорошо. С вами все так. Видимо, вы прошли кризисный эпизод в гороскопе. Сейчас я посмотрю. Да, у вас прошлый год. И позапрошлый. Я так понимаю, что у вас со следующего года пик личной жизни таки включается с 18-го. Вот в этом году шансы чуть-чуть поменьше. Все с вами так. Нормально все будет. Нормально. У вас число управленческое, да? Мужчины слабенькие могут к вам подтягиваться, конечно. Надо смотреть совместимость. Это очень важная тема. Так, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. 15 октября. В прошлые разы так и не ответили. Может, в этот раз удастся про личную жизнь? Хочу спросить, совместим ли мы с Александром тоже его дату. Да, вам в этот раз удастся, Анастасия. Значит, сразу скажу по совместимости. Вы этого мальчика задавите только в путь. Я не уверен, что с ним вам долго будет интересно. Вот молодой человек, дева, да? У него отменная дата, но для вас он будет мягкий тюфяк. Извиняюсь за выражение. То есть это чисто совместимость. Это не рассматривая гороскоп. Теперь посмотрю ваши пики по... Опять восьмерка. Я вам хочу сказать так, что если у вас этот союз тянется, то он себя исчерпал. Потому что у вас на 37 лет идет личная жизнь. То бишь, следующий год, скорее всего. То есть даже немножко... Даже, наверное, 19-й в конце года, день рождения. То есть личная жизнь у вас будет, но попозже. А еще у вас там мужчина 18 был. Он где? Это же не этот Александр. Так. Просто вот такой вот у меня тут комментарий. Муж. Такая-то дата. 25 марта. Жена. 13 января. Краткая совместимость. Пишет Татьяна. Судя по никнейму. И смайлик-улыбочка. Так. Скажем так, не айс. Не самая радужная совместимость. Если вкратце совсем. Этот мужчина для вас слишком многогранный. Его все время растягивают в разные стороны. Он такой человек-праздник. Вот. Ну, легок на подъем, если так можно сказать. В отличие от вашей суровой, козерожей, такой комбинированной четверки. А по числу судьбы пятерки. И судя по всему, серьезный кризис у вас с прошлого года. Вот я по вашей, Татьяну, дайте смотрю. По вашей. Там надо работать. Этот союз можно удерживать. Причем лидер Татьяны вы в этом союзе. Суровый. Может быть, не очень эмоциональный. Но очень интуитивный, понимающий человек. И вы знаете, как им управлять. Главное, что вы можете очень быстро устать с ним тетешкаться. Понимаете? И это вас откинет. Так, здравствуйте. Меня зовут Алексей. 11 июля. День рождения. Размышляю над вариантами собственного жилья в следующем году. Либо квартира, либо строить дом в городе или за городом. И то, и другое за счет ипотеки. На чем предложите сконцентрироваться? Сейчас посмотрим. Очень вовремя. Очень вовремя. Так, вам получается в этом году, вот, исполнилось на днях 28 лет. Да, понимаете, я вам скажу такую вещь. Если вы возьмете сейчас ипотеку осенью, вы за нее расплатитесь где-то в течение 10 лет. К 36, наверное, за 9 лет. Если вы не возьмете ипотеку, то у вас будет 2 возможности что-то сделать с недвижимостью. Первая у вас будет в 31 год. А вторая, самая классная, в возрасте с 36 на 37. Вот, решайте сами. Либо вы к 36 накопите реальные деньги, либо вы сейчас возьмете ипотеку, и года 4 вам очень туго будет выплачивать ее. Очень туго. Это я вам 100% говорю. Я вашу схему вижу. Так что выбирайте. Но перемещение у вас на этот год, да, у вас вообще с нуля жизнь. 28 лет начинается. Все с нуля. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Юля. 2 августа. Прошу ответа на такие вопросы. Благоприятно ли продажа недвижимости? Переезд в ближайший год-два. Ваш видео-обзор, число судьбы 8, потрясающе. Многое стало. Да, благодарю за внимание. Сейчас посмотрим. Так, смотрите. У вас, значит, возраст сейчас будет 39. Да, у вас вопрос с недвижимостью. Да. Да. Он у вас стоит прямо вот в эпизоде с 17 на 18 год. И продажи, и приобретения, скорее всего. Ну, просто у вас же там в 36 лет что-то было. И еще в дальнейшем будет. У вас, я вам так скажу, Юль, что у вас самый лучший дом мечты, если так можно выразиться, возраст 51-52. Это так на всякий случай. Но у вас переезд есть до 40 лет. По поводу продажи не могу сказать, надо в гороскоп смотреть детальный. Но есть переезд. Так, здравствуйте. 20 января, день рождения. Баловень судьбы или невезение во всем? Пишет мне Анастасия. Анастасия, а что такие выводы-то? И не баловень, и не невезение во всем. У вас такая женственная дата. А вот знаете, когда пишут 20 января, у меня сразу вылезает в голове Волочкова, которая с растяжкой сидит, где только возможно. И Ирина Олегрова, которая никак тучи нам руками не разведет, которые родились 20 января. Так вот, я-то как раз думаю, что для женщины это самая идеальная дата в Козероге. Я надеюсь, вы себя не считаете водолеем, потому что многие со мной спорят, пограничный знак, а я вот почти на 100% уверен, что это Козерог. Даже если смотреть натальные гороскопы, это можно увидеть. Просто вы созданы для семейственности, Анастасия. Вы баловень судьбы в семейственности. Абсолютно женственный, креативный Козерог. Самый мягкий Козерог из всех Козерогов, какие только бывают. Кстати, по поводу личной жизни. У вас тут личная жизнь же, 17-18 год. Может, вы родить хотите, кстати? Очень похоже на это. Переезд у вас еще. А так вопрос у вас очень абстрактный. У вас тут смайлики какие-то с девочками, с длинными волосами. Ну, типичная девочка, 20-ка в Козероге. О чем это может говорить? Женственная дата. Здравствуйте, Дмитрий. Личная жизнь, встреча партнера. 19 марта пишет мне Ирина. 19 марта. Знакомая фамилия. Кого-то мы где-то общались. Да и дата тоже, ого-го. Да, Ирина, я вам желаю мужчину сильного к вашей дате, потому что иначе вы их и так привыкли всех вот так вот ломать просто и привязывать наручниками к батарее. Вам нужен сильный мужчина, который смог бы вас, в хорошем смысле этого слова, поставить в комфортные рамки, ограничить. А иначе вы устанете всех ограничивать. Опять восьмерка. Вот по статистике сегодня 80% восьмерок зачитываем. У вас, кстати, личная жизнь включается с июля этого года. И весь следующий год, и даже до весны 19-го доходит. Я думаю, что у вас вот в этом возрасте до 37 лет, у вас личная жизнь... До 36, прошу прощения. С 34 до 36 личная жизнь сформируется. Сформируется. Потому что вы ранний союз уже прошли, видно. В 30 лет жизнь у вас сломалась. Понятно, я все понял. Надеюсь, ответил. Какой у нас лимит сейчас временной? Покажи, пожалуйста, мне. На пальцах. Понял. Это еще чуть-чуть поговорю, и все. Я просто чувствую, что немножко в астрал меня выбивает. Поэтому устаю. Так, пишет мне Арнольд Шварценеггер. А, ой, прошу прощения. Это кто-то мне пишет, но тут так начинается. Арнольд Шварценеггер родился 30-го июля. Я тоже родился 30-го июля 90-го года. Что можно сказать про характер человека, родившегося 30-го июля 90-го года? Да, но только Шварценеггер-то не в 90-м году родился. Я знаю, что он 30-го июля родился. Такой истинный лев. А почему вам примеры не привести? У нас есть такой одиозный политик, железняк, депутат Госдумы, который 30-го июля родился. Такой очень складный, да, по диалекту, например. Это люди речевого коммуникативного канала. Сейчас есть очень замечательный политик, я за ними наблюдаю. Лев Шлозберг из «Яблоко». Послушайте его, как он говорит. Что вас отличает? Это коммуникация, это понимание человека, это психология. Тройка вольве с нулем. Это коммуникация в усиленном варианте. Это люди, которые всем нравятся и которые не могут быть никому врагом. То есть настолько лояльны. Да, есть некоторые 30-ки в июле, в некоторых годах радикально стоят. Ну, борзые такие. Это зависит от года рождения. Это надо просмотреть. В вашем 90-м году вполне лояльный такой. Что вас отличает? Ну, возможно, вы культуризмом не занимаетесь. Или вы не стали губернатором одного из штата Америки. Но у вас еще все впереди. Давайте я вам тогда уже скажу что-нибудь. Да, вы еще и двоечка. Вы не представились, потому что у вас никнейм MyPriceActionAnalysis. Но я не знаю, что это, да. Но я вам скажу так, что у вас с конца 17-го и 18-го года решающий в карьере. Так что дерзайте. Зачем вам оборачиваться на Шварценеггера? Он, у него своя жизнь, у вас своя жизнь. Может быть, вы станете еще более знаменитым. Здравствуйте, Дмитрий. 13 ноября. Меня зовут Андрей. Интересует вопрос по поводу финансов. В последнее время тяжко с работой. Сейчас более-менее что-то, да, налаживается. Скажите, как будут развиваться вопросы работы финансов в ближайшие полгода. Андрей, сейчас посмотрим. Опять восьмерка. Обалдеть. Вот те, кто наблюдал предыдущие ответы в июне, я все время удивлялся, что были одни четверки. А тут одни восьмерки. Вот прям квантовые скачки идут почетным. Так, сейчас посмотрим. Еще раз. Да, у вас сейчас смена карьеры, я так понимаю. Вот, вы говорите, чуть получше стало. Следующий год вы с нуля начнете какую-то работу, я так понимаю. Нет, деньги у вас есть. У вас просто деньги включаются. Вот вам сейчас 26, они где-то с 20... Ну, 26 вам в этом году будет. Вот они с 27 у вас подключаются финансы. И вверх пошло. 28, 29, 30 в оборот очень круто вы пойдете. Ну, в следующем году надо будет менять. Ну, уже даже с конца этого года. Вот, посмотрите на ноябрь, на декабрь. Сменную работу, что ли. Похоже очень. Добрый день, Дмитрий. Спасибо за ваш труд. Вы мне очень помогли. Ольга написала, и все, больше ничего нет. Пожалуйста, Ольга, вам спасибо за доверие ко мне. Так, приветствую вас. Меня зовут Елена. 28 августа, день рождения. Город Донецк. Скажите, когда-нибудь в моей семье, я и двое детей, наступит финансовое благополучие? Такое ощущение, что идем вдоль черной полосы. Война, работу потеряла, на детей нет алиментов. Нога, в аппарате. Я не плачусь, а просто описываю. Я понял, да, сейчас я посмотрю. Смотрите, Елена, у вас... Обалдеть, какая дата. Потом напомни, я тебе расскажу. 28 августа. Смотрите, Елена, у вас в гороскопе включился пик в возрасте... Вот сейчас у вас 44 идет. 43, да, в этом году. Включилась в 40 лет. Новизна жизни. То есть, другими словами, если бы это была не война, вы бы все равно потеряли работу. Потому что я-то как раз думаю, что в 40 лет у вас включился самый удачливый отрезок жизни. Но дело в том, что в отличие от предыдущего отрезка жизни, который был до 40, и вы помните, как было неплохо в принципе, этот очень медленный отрезок, потому что он длинный, а развивается он, соответственно, поэтапно. А с 40 до 44 вы погружаетесь в новую тему знания. А с 44 у вас подключаются финансы. Я так могу сказать, что года через три вы мне тут напишите и скажете, Дима, что мне лучше купить? Дом или квартиру? Понимаете, вот такого плана у вас уже вопросы будут. А сейчас идет именно выстраивание. Переживать не стоит. Да, вы в четырехлетке здоровья. Я понимаю, о чем вы говорите. Это тоже соскочит. Кстати, в следующем году у вас там еще личная жизнь. И обратите внимание, если вы в одиночке, то вот весна-лето следующего года намекнет вам на семейственность. Так что не все так плохо. Я как раз, Елена, думаю, что у вас нормально все будет. Не переживайте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Хочу задать вопрос, касающийся отношений с папой. Так, надо сказать, что Дарья родилась в 2004 году. То есть 13 лет. Касающийся отношений с папой, он ушел, когда мне 7 лет. И мне интересно, когда я дальше буду с ним общаться. И дату папы пишет. Сложный вопрос, Дарья. Я боюсь, вам не смогу помочь, потому что даже когда я делаю общие гороскопы, не видно возврата никогда. То есть я делаю гороскоп точечный. То есть когда у человека включаются те или иные позиции и насколько успешно они включаются. А вот по поводу возврата в семью, по поводу буду ли я общаться с этим человеком, это не совсем ко мне. Но судя по его дате, он как бы теплится к семейственности, если так можно выразиться. То есть он не отрешен. Он очень чувственный человек. Вот вы его дату мне написали, поэтому я думаю, и у вас по двойкам вы сойдетесь там. Думаю, наладится у вас. Ну, даже если вот чисто психологически взглянуть на это. Так, здравствуйте, меня зовут Мэри, или Мэри. Родилась 28 декабря. Хотелось бы узнать про личную жизнь и карьеру. Сейчас посмотрим. Мэри, вам всего-то 20 лет. Сейчас посмотрим. По поводу личной жизни. Очень интересно, Мэри, был ли у вас мальчик в возрасте 17, 18, 19 и даже, возможно, 20? Потому что все, что начинает с 21 года, у вас начинается карьера. То есть, ну, 21 год вам в конце декабря исполнится, поэтому со следующего года у вас начинается длинный карьерный путь. Он очень будет интересным, у вас будет там в течение 7 лет переездов куча, всяких поездок. А вот личная жизнь у вас сейчас уже момент первый упущен, до 20 лет. Если с вами рядом сейчас кто-то есть, это хорошо, надо удерживать. Если нет, следующий пик приступнет. Возраст 23-24. Вот так вот. Потом 29 следующий. Здравствуйте, Дмитрий. Хотелось бы получить квалифицированный ответ. Дата рождения 4 апреля. Интересует карьера, финансы. Пожалуйста, ответьте. Сейчас посмотрю. Это пишет, человек не подписался. Никнейм Амперметр. Как мило. Сейчас. Смотрите, у вас тут интересный момент. Вот вам 34 года, у вас 36 лет начинается масштабный финансовый карьерный путь. Какая-то, я бы сказал, что это авантюра на 4 года, но она вас очень порадует. Человек вы, можно вас назвать трудоголиком, то есть старательный. Сейчас, пока вы зажаты в какой-то работе, что ли, и невозможно из нее соскочить. То есть такие условия вас держат. Два года потерпите Амперметр. Уже со следующего года новизна даже видна уже. Вот там с лета где-то. Так, Дмитрий, здравствуйте. Меня зовут Виктория. Родилась 18 ноября. Так, что меня получат в отношении с моим мужчиной, зовут, родился тогда-то. Ничего не получится, Виктория. Вот те даты, которые вы мне написали, либо сразу бегите, либо терпите. Адовый союз, есть точки соприкосновения, борьба за лидерство. Я как увидел эти даты, я сразу понял, что это, ну как минимум, старые советские телевизоры из окна полетят. Вот, если не жалко будет плазму выкинуть, выкидывайте плазму. Вот такой это союз, если выражаться метафорой. Это, повторюсь, не разбирая полный гороскоп. Давайте-ка я лучше по вашей дате просмотрю. Вы же тут еще целое сочинение мне написали. Я не могу его прочитать, потому что очень много всего здесь. Давайте я вашу дату просмотрю. Сейчас, секундочку. Семерка. Смотрите, что у вас произошло. Откуда у вас этот мужчина зацепился? Потому что у вас до 30 лет должен был один соскочить из вашей жизни, из вашего поезда выйти. Жизненного. А если вот этот вот стрелец, которого вы написали, пришел к вам в возрасте до 36, то это кармическая завязка. То есть отделаться от него будет очень сложно. Это значит, что нужно будет работать над этими отношениями. Я вам так скажу, у вас кризисный год самый, лето и осень следующего года. Когда этот союз может совсем кончиться. Вот все. Отключиться. Дотико я его еще посмотрю. Да, если не весна следующего года. Потому что вот его дата вообще прямо на кризис состоит в этом году. Уже с осени очень серьезно. Январь у него был жесткий. У нас там минут 20 получилось. Коллеги, тогда мы, наверное, будем закругляться. Я дико извиняюсь еще раз перед всеми теми, кому не удалось ответить. Это четвертый ролик за июльский выпуск. Вот я даже не могу сейчас сообразить, что сказать. У меня головок кружится. Если я в вашей жизни падаю, туда окунаюсь. Хотелось бы что еще повторить. Меня постоянно напоминают, чтобы я повторял. Чтобы вы подписывались, ставили лойс. Обратная связь. Пишите комментарии. Следите за каналом. Я буду работать, как и раньше, над гороскопами годовыми. По восточному и по зодиакальному западу. В течение года все это сделаю. Плюс скоро мы сделаем видео коротенькое. О встрече в Москве. Это произойдет 29 июля. Буду рад всех вас видеть. Приходите. Пообщаемся. За чашечкой чая. Может быть, за чашечкой чего-нибудь еще. Если вы не за рулем. Если это будет комфортно, интересно. Пообщайтесь с разного рода экстрасенсами. Они помашут руками над вами. Будете заряжать воду с банками. Ну, я шучу, конечно. Ну, и по поводу вопросов. Повторюсь еще раз, те, кто не услышал. В августе этой рубрики не будет. У меня маленький отпуск. Но я продолжаю работать на личных консультациях. А с сентября начинается очень интересное движение. Мы будем так же часто общаться. Следите за лентой в Ютьюбе. Низкий поклон перед всеми вами, кто доверился мне. А также извинения перед теми, кому в очередной раз не ответил. Или кому впервые не ответил. Не дошел. Физически не дошел. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Шимко. Всего доброго. Счастливо. 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 Счастливо.